Приветствую вас, сразу хотел бы сказать, что мой ответ будет дан вам с точки зрения профессиональной психотерапии и психологии, вот. Поэтому, прошу прощения, если где-то я покажу вам излишне занудным, излишне въедливым, излишне сухим и так далее. Тем не менее, мое положение, моя позиция не позволяет мне вести себя по-другому. Специалист, психолог, это в первую очередь ответственность. Во-первых, хочется спросить вас, в чем смысл вашего текста, в чем смысл вашего вопроса? Что вы хотите получить? Это не запрос на индивидуальную работу. Это не вопрос по поводу того, что у вас происходит. Ну, то есть, это не вопрос по поводу того, что вам может быть непонятно, того, что вам может быть неясно и так далее. Это не вопрос, касающийся каких-то вещей, которые вам неясны. О чем этот вопрос? Вы хотите просто пожаловаться? Хотите, чтобы вас пожалели? Психолог, если он профессиональный психолог, он жалеть вас не будет. Я жалеть вас не буду. Потакать вам в вашей игре все из-за тебя, и разве это не ужасно, в которую вы играете, в которые вы играете сейчас? Я так же не буду. Про игры, которые я озвучил, можете почитать в интернете, они есть. Вы поймете, о чем идет речь. Возможно, узнаете себя, если защитные механизмы ваши не настолько скрипки. Могу сказать одно, что за тем, что вы делаете, стоит одна обретность. Это страх личной ответственности. То есть, виноваты мужчины в том, что у вас не получается построить отношения. Но ведь именно вы своим поведением притягиваете таких мужчин. Почему? Чем? Это уже другой вопрос. Но притягиваете. И то, что вы искренне, то, что у вас чистая, добрая душа, это хорошо. Но личные границы, здоровый эгоизм, элементарная осторожность и правила безопасности при построении отношений никто не отменял. Если у вас этого нет. Если вы готовы позволить людям пользоваться вами. Если вы сами ставите их перед таким соблазном. Довольно наивно винить их в том, что они соблазнились. Человек вообще слабое существо в этом плане. И соблазнять его лишний раз не стоит явно. Я думаю, что вы прекрасно знаете на собственном опыте, как сложно устоять перед соблазном. Кто-то может устоять. Те люди безусловно молодцы. Кто-то нет. И винить их за то, что они не смогли устоять перед соблазном. Глупо. Если только вы не бог. И глупость здесь не в том, что это типа неправильно идти и что-то вроде того. Нет. Глупость здесь именно в том, что подобная оценка, подобное обвинение людей несет вред только вам. И это поведение, этот вред, который вы себе наносите, может и быть вашей конечной целью. Например, цель специально ставить людей перед соблазном, чтобы они вас разочаровали и чтобы вы избежали близости, которые вы боитесь. Я сейчас озвучу несколько ключевых вопросов, чтобы мне их не забыть. После чего начну разбор вашего текста. Для чего вам мужчина аноним? Почему вас так волнует отношения с мужчинами? Зачем они вам? Чего не хватает? Как вы понимаете симпатию и любовь? Как вы воспринимаете эти чувства? Воспринимаете ли вы их в контексте получения чего-либо или воспринимаете их в контексте отдачи чего-либо? Вся та боль, про которую вы говорите, возможно только в том случае, если любовь понимать как средство получения чего-либо. Но ни в коем случае не отдачи, потому что если мы отдаем, нам все равно, что человек нам дает в ответ. Мы не хотели отдать, мы отдали. Если только это не жертва. Но жертвенное поведение всегда преследует цель что-то получить. Третий вопрос. Те места, которые вы выбираете для знакомства, а именно улица, кафе или сайт знакомств, мягко говоря, вызывают сомнения. Здесь я с вашим другом соглашусь, что знакомиться в этих местах не стоит. Вы пишете, где же тогда знакомиться, и здесь у меня вопрос к вам, а чем вы занимаетесь, как вы себя реализуете, какова ваша жизненная цель? Каким путем вы идете по жизни? Куда вы идете? Как вы себя реализуете? Ответьте на этот вопрос. И ответ на вопрос, где знакомиться придет сам с собой. Места, которые описываете вы, редко содержат в себе серьезных людей, к сожалению, серьезных мужчин. На сайтах знакомств 99,9% мужчин, которые знакомятся только ради секса. На улицах то же самое. В кафе то же самое. Вся проблема в том, что у людей нет ничего общего. Между вами и мужчинами, а если сказать точнее людьми, нет ничего общего. И поэтому вас воспринимают исключительно как сексуальный объект. Или как объект для манипуляций. Не более того. А как можно воспринимать вас по-другому, если первое, что бросается в глаза, это ваша внешность. Если первое, что бросается в глаза, это то, как вы себя ведете. Ведь как личность вы себя раскрыть в этих условиях просто не можете. Нет никакого средства для того, чтобы себя раскрыть. Вам может попасть серьезный мужчина, вы можете встретить человека, с которым вам будет хорошо. Можете. Но это точно такая же лотерея, как и классическая лотерея. Может повезти, а может не повезти. И лучше в своей жизни как можно меньше аспектов, как можно меньше элементов ставить в зависимость от везения. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Дальше. Почему настоящим искренним девушкам не везет в любви? Пишите вы. Ну, здесь помимо того, что вы себя жалеете и выставляете себя жертвой, как бы говорите, спасите меня. А может быть хотите наоборот, чтобы вас ударили. Есть такая игра, называется «Ударьте меня». Экологическая. По-моему, ничего не путаю. Можете посмотреть в интернете. Этот вопрос подразумевает, еще раз повторяю, жалость. Потому что вы здесь возводите себя в статус мученика, а это уже манипуляция. То есть парадокс. Парадокс, что вы выступаете против манипуляции, но сами же манипулируете. Ибо если вы, если бы вы хотели бы, например, ну просто понимаете, что у вас не ладятся отношения, да, не строятся. Можете сказать «Здравствуйте, вот я такая-такая, вот скажите, почему у меня не получается отношения?» Вот вроде бы, как бы, к мужчинам, да, там, ну за всей душой, да, то есть как бы искренне. Вот. А они там, как бы, ну ведут себя негативно по отношению ко мне. Вот скажите, пожалуйста, что, как бы, можно много что со мной там и так далее. Вот. Вот. Но нет. Нет. Аноним. Вопрос звучит так. Настоящим искренним девочкам. Причем девушкам. То есть даже личной ответственности, личной ответственности за себя вы здесь не берете. Вы не говорите, почему мне настоящей искренней девочке не везет в любви. Почему-то вы называете себя настоящей и искренней, а другие ненастоящие и неискренней. То есть есть некие ярлыки, которые вы вешаете на людей. Может быть, это одна из причин, по которым вам не везет в любви. Что вы себя считаете искренней, а других людей нет. Далее. Кто-то может быть искренним, кто-то не может. Кто-то хочет, но не может. Кто-то не умеет. Ну, просто не научили. И это нужно понимать. Дальше. Настоящим искренним девушкам не везет в любви, потому что настоящие искренние девушки. А. Не имеет представления о своей модели женского поведения. Б. Имеет проблемы с личными границами. В. Скорее всего, жертвует собой. А, Б, В, Г. Идеализирует любовь, то есть наполняет любовь своими собственными желаниями. А, Б, В, Г, Д. И, Д, Д, считает, что все дело в везении, в удаче. Хотя на самом деле везения и удачи здесь нет. Ну, потому что везение и удача это то, что от нас не зависит. Только вы считаете, что любовь это то вообще, в чем именно только может повести. Построение отношений это не, ну, как бы нечто, нечто не зависящее от… Да. Можно еще сказать, что у вас нет образа мужчины, который бы вам подходил. То есть образ мужчины, который вот, ну… Который вы принимаете для себя. Это не типаж, это именно поведение. То есть как мужчина должен всегда с вами везти. Причем это именно реалистичное поведение, а не идеализированное. Понимаете? А, дальше иногда думаешь, лучше бы была тупой курица и… Таким ведь проще, чем девочка умнее, тем сложнее ей в личных отношениях. Да нет. Это кто вам сказал такую глупость? Почему вы решили, что чем умнее девочка, тем ей сложнее? Нет, просто мужчины у нас такие еще есть, которые не воспринимают умных женщин и боятся их. Но это не значит, что девочке сложнее. Девочка ведь может найти себе такого же умного мужчину. Кстати, умные мужчины в кафе на улицах и на сайтах знакомств знакомиться не будут. Ну это так, к слову. И вообще, кому сейчас интеллект слаживает? Да всем. Вы посмотрите, какой труд ценится сейчас больше всего. Физически вы хотите сказать? Нет. А кому интересна только внешность? Опять же, людям, не деловым. Деловым людям, серьезным людям, внешность не важна. Выникает вопрос, а в каком кругу вы находитесь? В каком кругу вы проводите время? Представитель какого класса вы сами людей? Значит так, у меня вопрос к вам, психологи. Где нормальные мужчины? Простите, вам как вот на этот вопрос ответить? Поискать? Где они обитают или что? Понимаете ли вы, аноним, насколько некорректно это вопрос? Психолог не может ответить на вопрос, где нормальные мужчины? Потому что для психолога понятия нормальных мужчин нет, как и нормальных людей тоже. Для психолога все люди нормальные. Просто есть, как бы, разная степень совместимости. Есть разные системы совместимости. И это далеко не знак зодиака там или что-то еще. Это вполне себе научно доказанные и сформированные системы. Например, как трио эго состояния. Вот, например, на западе люди, когда собираются создавать семью, то они обращаются к семейному психологу и проверяют свою совместимость. Представьте его. Значит, где нормальные мужчины? Они вообще есть, безусловно. Почему все отношения сейчас представляют собой какие-то гнилые манипуляции, игры, динамо? Что это такое? Это современный мир неискренности и современный мир, скажем так, невротических людей. Невротических, несвободных людей, которые стесняются своих желаний. Вот и все. Вот и все. Но это, опять же, определенный класс. Существуют и другие люди. Существуют другие люди, которые занимаются серьезными делами, и которые сами по себе являются серьезными. Но вы такими людьми не пересекаетесь. Как бы вопросом сказать, почему, да? Кому вообще можно доверять? В первую очередь, себе. Если вы не доверяете себе, то вас никто никогда не обманет, и никто не причинит вам боли. Если вы не доверяете себе, а доверяете другим, причем доверяете без соблюдения личных границ, ну, ждите боли. Так, значит, он сказал мне, что вообще девушка-мужина должен добиваться прямо в лепешку расшибиться. Ну, я бы сказал, что это перекос, конечно. Я бы сказал, что это перегиб. Добиваться, конечно, нужно. Расшибаться в лепешку, это уже жертвенность, которая подразумевает, опять же, определенные ожидания, которые в случае неудовлетворения перерастают в обиду, в ненависть и так далее. Я не думаю, что это хорошая идея. Вашего друга, как бы, слишком категорично и слишком гиперболизировано одностороннее восприятие. Ну, вот. По его словам, мне должна быть холодная высокомерная сфера. Нет, ну, это, конечно, безусловно, нет. И холодная высокомерная сфера, она привлекает тех мужчин, которые хотят завоевать. Вот они завоевали, а дальше что? У нас очень много таких пар, где мужчина завоевывает девочку, а потом теряет себе интерес. В принципе, если проанализировать, так и есть. У таких девочек никогда не бывает проблем с поклонниками. Проблем с поклонниками не бывает. А вот проблем с отношением хоть отбавляют. Мне тогда что делать? Что делать, чтобы что? Вспоминаем здесь те вопросы, которые я задавал вам. Для чего любовь? Для чего отношения? Почему вы так хотите построить отношения? Зачем они вам нужны? Может быть, не получается у вас отношения построить именно потому, что вы чересчур много значений и придаете им. Сколь и так же, то это значение нужно разгрузить. Вам нужно быть более свободной и более независимым. Независимость – это не холодность, не высокомерие, не лицемерие, не стервозность. Независимость – это свобода. Это свобода, это спонтанность. Спонтанность своей активности, естественность. Когда отношения не являются самоцелью. Разве я виноват, что Бог меня родил другой? Здесь вы переносите ответственность, перекладываете ответственность на Бога. Это совсем не холодная, открытая, еще раз повторяю, открытая чистота и доброта – это здорово. Но личные границы и здоровый эгоизм, то есть защита себя, забота о себе, как бы необходимо. Дальше, ну выходит, именно таким не везет. Дело не в везении, не в везении абсолютно. Когда я об этом думаю, мне даже жить не хочется. А вот как бы возникает вопрос, а для чего, для чего живете-то? Вокруг меня мир, где люди только пользуются друг другом. Нет, нет. Это то, что вы видите, это то, что вас задевает по тем или иным причинам. Где нет настоящих мужчин, где нет рыцарей. Опять же, это то, что вы видите. Кроме того, рыцарей действительно нет. Рыцари остались в средневековье. Сейчас есть другие люди, другие реалии, другие правила. Либо вы принимаете это, либо нет. Есть только жалкие манипуляции. Опять же, это то, что вы видите. Свободных отношений вы не видите. Мужчины, которые думают, что женщина... Нет, нет, нет. Так могут быть мужчины, только очень, ну, очень недалекие. Так, к кому вообще верить? В себе. Еще раз повторяю, в себе. В себе. Верить в себе, принимать в себя, быть в гармонии с собой и реализовываться самостоятельно. Тогда и отношения можно строить с такими, такими, кто не манипулирует. Манипулирует кто? Зависимые, нуждающиеся люди. Вы кто? Вы нуждающиеся, независимые и зависимые. Поэтому вам встречаются только такие люди. От раненого сердца в душе и души появляется желание закрыться от этого мира. И это то, чего вы хотите. По сути, это ваша выгода закрыться от мира. По сути, вы играете в игру, что все равно, что бы ты ни сделал, я посчитаю тебя неугодным. Так подумайте, какова конечная цель вашего поведения и вашего вопроса? Цель конечная какая? Выгода какая? Вот. Вот и все. Вот так. Понимаете, чтобы оценить человека, нужен ресурс. Если у человека ресурса нет, глупо требовать от него того, что он не может вернуть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.